Мы с вами прошли первое послание Иоанна, пять глав. И основная мысль в этих пяти главах была такая. Иоанн приводит доводы христианской церкви, что если в церкви человек не меняется по характеру, не становится любящим, не удаляется от плотских похотей, то он не является рожденным от Бога, не является духовным человеком, с Богом не имеет никакого общения. Сегодня мы продолжим читать послание Иоанна, только это будет уже второе соборное послание Иоанна. Здесь одна глава. С первого стиха. Старец избранной госпоже и детям ее, которых я люблю по истине, и не только я, но и все познавшие истину. Ради истины, которая пребывает в нас и будет с нами увек. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога Отца и от Господа Иисуса Христа, Сына Отчего, в истине и любви. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь предписывая тебе, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям Его. Это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ибо многие обольстители вошли в мир, не исповедующий Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились, но чтобы получить полную награду. Всякий, приступающий учения Христова и не пребывающий в нем, не имеет Бога. Пребывающий в учении Христовом, имеет и Отца, и Сына. Кто приходит к вам и не приносит сего учения, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею писать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость ваша была полна. Приветствую тебя, дети, сестры твоей избранной. Аминь. Значит, второе послание Иоанна продолжает ту же мысль, которую он, Иоанн, излагал в первом своем послании к церкви. Здесь он уже конкретно пишет какой-то избранной госпоже. То есть, человеку, сестре в Господе, пишет относительно того, что я рад, что и ты, и дети твои в истине. Но заметьте, какова цель написания этого послания? В первом послании Иоанн написал, что должны любить. Ну а если любить, то значит принимать, уважать, заботиться. Но здесь он почему пишет такое? Он опасался, что принимая всех подряд и проявляя любовь, как бы ни получилось, чтобы эта сестра в Господе не оказала содействия кому? Людям, которые являются верующими, в общем-то, да, это христиане, но которые имеют ту отличительную особенность, о которой писал апостол Иоанн в первом послании во второй главе. Он писал там такие слова, я сейчас прочитаю. Вторая глава первого послания Иоанна. С восемнадцатого стиха. Дети, последнее время, и как вы слышали, что придет Антихрист, и теперь появилось много Антихристов, то мы познаем из того, что последнее время. Заметьте, придет Антихрист, как бы один, а от него появится как бы много Антихристов. Они вышли от нас, кто они? Заметьте, что эти Антихристы были в числе нашей церкви, в числе верующих. Они вышли от нас, но не были наши. А почему они не были наши? Выше апостол Иоанн писал. Ибо все, что в мире, похоть плоти, похоть очей и гордость житейская, не есть от Отца. Что если верующие пришли в церковь и продолжают жить по похотям, то есть жадные, корыстные, эгоистичные, гордые, да, крикливые, шумливые, необузданные, то, что присуще людям этого мира, то если они вступили в церковь, а остались вот такими неперерожденными, то они все равно принадлежат кому? Не Богу. Не познали они Бога и Сына. Они продолжают принадлежать тому миру, из которого они вышли просто ногами. И заметьте, если они пришли в церковь, если они приняли Христа, могли они прийти в церковь, не крестившись, и не веруя в Иисуса Христа? Не могли. Если крестились во имя Иисуса, то уже, значит, должны были понимать, кто это, да? И смотрите, пришли в церковь с какой целью? В том мире жили по похотям, сюда перешли и остались по похотям. Зачем было переходить? Они должны были здесь под влиянием Святого Духа переродиться. Если же человек остается тем же самым плоским, жадным, корыстным, да? То это о чем говорит? Значит, не подчинялся этот человек чему? Голосу Святого Духа. Не поступал по этому слову, которое говорил ему Святой Дух, или слово, или говорили в церкви за кафедрой. И смотрите, так как в церкви говорили о повиновении Духу Святому, о том, что нужно бороться со своими плотскими наклонностями, что нужно нести крест, то те, которые хотели спастись только за счет молитв и веры, без участия в борьбе, им не нравился такой узкий тернистый путь. Они сначала противились этим словам о борьбе, о участии человека, а в конце концов, видя, что церковь нельзя исправить, они что сделали? Ушли. Антихристы, то есть они противились Христу. Каким образом? Мы с вами говорили, Христос говорит, все стою у двери и стучу. Каждый день Христос хочет нам что-то подсказать. Пусть это в семье, пусть это на работе, где мы как-то поступаем, мы внутри можем слышать голос, который подскажет, как лучше поступить. И который подскажет, когда мы неправильно поступаем. Но этот голос всегда говорит, не делай вот так, как тебе сейчас хочется. А так как нам нравится так поступать, мы начинаем доказывать Христу свою точку зрения, то есть противиться и не подчиняться. И этим становимся мы в позу против Христа. Анти, против, против его голоса, против его подсказки. Не согласны мы с тем, чтобы так поступать. И вот смотрите, они вышли из церкви. Но заметьте, они остались считаться христианами. Они не сказали, что мы теперь не истинная церковь. Вы знаете, что сегодня все говорят, что они истинные. Но здесь Иоанн мы читали. Иоанн говорит, чтобы вы имели общение с нами. С кем с нами? Те, которые имеют общение с отцом и сыном. А это доказывается именно чем? Перерождением греховной натуры. Общайтесь с теми, которые перерождаются, которые меняются. Это факт, доказательство, что эти люди имеют связь с кем? Святым Духом. С Богом Отцом или с сыном Божьим. Не общайтесь с теми, которые говорят о любви, а остаются какими? Злыми и недобрыми. Ладскими. Неперерожденными. И вот Иоанн писал, что будут и такие ходить. Я вас учил, как бы Иоанн говорит, любить, принимать, быть странно-приимственными, принимать странников. Но те приходят и говорят, я Христов, я вот тоже в Иисуса верю, я тоже крестился, я тоже Библию принимаю, я ничего против Иисуса не имею. И эти верующие стали что делать? Принимать. И принимая их, к чему это приводило? Те люди, которые вышли из церкви, а в другом месте были приняты, они поняли, что они правы. Ну, к ним проявили сочувствие, сострадание, и они поняли, что значит, все-таки они правильно поступают. И Иоанн переживал, что таким образом верующие смогут укрепить, утвердить тех, которые вышли из церкви, антихристов, утвердить в том, что они правы. То есть, что они укоренятся, еще больше будут иметь желание другим об этом же говорить и других развращать. И вот цель написания второго послания Иоанном была таковая, предупредить вот эту госпожу, а в лице ее и всех остальных верующих, которые любят всех подряд. Здесь речь не идет о том, что не надо всех любить. Любить всех надо, но, однако, должна быть какая-то мудрость, как-то себя надо поставить, мы чуть позже будем говорить об этом, чтобы занять правильную позицию и самому не согрешить, и в то же самое время дать понять тому, кто вышел из церкви, как антихрист, чтобы и на него повлиять, чтобы он тоже, может быть, о чем-то задумался. Так вот, смотрите, он пишет, старец, избранной госпоже и детям ее, которых я люблю поистине. То есть, что пишу не просто из-за того, чтобы вы были членами церкви, количеством не надо. Я люблю вас истинной любовью, никакой користи в этом нет. Просто переживаю за вас. И не только я вас люблю, но и все, познавшие истину. И ради истины это пишется, то есть ради того, чтобы эта истина сохранилась, и она была действительно полезной в жизни, которая пребывает в нас и будет с нами в век. Да будет с вами благодать, милость, мир от Бога. Заметьте, да даст вам, я по-другому скажу, да даст вам Бог, что? Обилие благодати, обилие Святого Духа, чтобы вы знали, как везде поступать, чтобы у вас была милость Божья, чтобы вы были исполнены ее, и мир был от Бога. Потому что, когда мы поступаем, и заметьте, почему? Милость и мир от Бога. Потому что, может быть, милость и не от Бога, и мир может быть не от Бога, да? Вы замечали такое, что в разных ситуациях по-разному у нас внутри мы чувствуем мир. Вроде бы, смотрите, и надо, вот мы сейчас с вами говорили, вроде бы внучку и надо пожалеть, правда? И вроде бы пожалел, вроде бы мир, а потом приходишь к тому, что все-таки оно оборачивается злом. А вроде бы, если поступить правильно и пресечь чьи-то притязания несправедливые, вроде бы в душе сначала мира нет. Но зато потом мы видим, что правильно поставили, кто-то перебушевал, перепсиховал и успокоился, и в доме мир настал. Так вот это и мир, и милость, они должны быть обязательно со Святым Духом, с благодатью. То есть, чтобы это было действительно с хорошим результатом. И для того, кто поступает, и по отношению к кому он поступает. И дальше. Я весьма обрадовался, что нашел из детей твоих, ходящих в истине, как мы получили заповедь от Отца. То есть, что они любят, как мы и учили, избавляются от всего плотского и злого. А теперь смотрите. И ныне прошу тебя, госпожа, не как новую заповедь, предписывая тебе, но ту, которую имела, имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Почему он говорит не как новую заповедь? Скажите, заповедь о любви от самого Адама идет на земле? Еще и раньше и в вечности о любви речь всегда шла. Но на земле люди имеют тенденцию впасть в грехи, скатиться к плотским похотям, к обидам, к зависти, к разногласиям. И люди постепенно забывают любовь. Первая христианская церковь, вот я имею в виду апостольская, она как бы заново возродила заповедь о любви, что не просто нужно соблюдать заповеди, но что соблюдение заповедей должно привести еще к чему? К истинной любви к человеку, к милосердию, состраданию и так далее. И он говорит, не новую заповедь тебе пишу, но ту, которую имеем от начала, чтобы мы любили друг друга. Любовь же состоит в том, чтобы мы поступали по заповедям его. То есть, Бог конкретно говорит, как надо выразить, да? Видишь голодного? Накорми. Видишь раздетого? Одень. Видишь, что у человека горе? Поговори. Дай возможность ему выговориться. Выслушай, не суди. Да? Это все заповеди Господни. Что именно соблюдение заповедей должно исполняться, каким образом? С любовью. И сказано, это та заповедь, которую вы слышали от начала, чтобы поступали по ней. Ну а теперь смотрите еще такой оттенок. В слово любовь входит принять, накормить, одеть, обуть, поговорить, разделить добрые чувства, посочувствовать. Или сюда входит еще что-то. Скажите, вот к ребенку мы относимся, проявляем нежность, заботу, это входит в любовь? А если ребенок портится от этого, начинает злоупотреблять, является ли это любовью, если ребенок злоупотребляя ее, становится злее, хитрее, подлее, наглее. Любовь ли? И смотрите, любовь, она неизменна в своей сути. Я любил, потому и делал ребенку добро. Ребенок начал злоупотреблять, я его продолжаю любить, не новая заповедь, но действие как бы новое, какое. Возьми ремешка дай, из любви. Но ребенок может и не понять, что это за любовь с ремешком. Любовь это когда с конфеткой, правда? И он пишет здесь, я пишу тебе, вот это второе послание Иоанна, да? Иоанн как бы пишет, я пишу не новую заповедь, как я и в первом учил, что любить надо, я и во втором говорю, любите, продолжайте, только. Если приходят вот такие люди, измените тактику. Не чувства измените, не начинайте их проклинать, но измените свое отношение к ним, чтобы им дать повод задуматься о чем-то. И смотрите, о чем он пишет. Седьмой стих. Ибо многие обольстители вошли в мир, неисповедующие Иисуса Христа пришедшего во плоти. Такой человек есть обольститель и антихрист. Слово обольститель что обозначает? Обманщик, да? Смотрите, в мир пришло много обольстителей, каких? Те, которые в церкви не захотели меняться. Те, которые приняли дешевую благодать, то есть Христа без креста. Вы поняли, о чем мы говорили из предыдущего послания? Я хочу сказать такое, что Христос говорит о победе над грехом. Только верующие разделены на два класса. Одни говорят, что нужно и молиться, и верить, и бороться с твердой верой, нести крест и распинать свои похоти. А другие говорят, нужно молиться, верить, читать, ходить, но бороться не надо. Этот Бог сам делает. То есть я не принимаю никакого участия. И те, которые вот именно говорили по второму варианту, как я сказал, что не надо участия человека, они как раз то и не менялись. Они то как раз то и ушли из церкви. И речь идет, что смотрите, они ушли из церкви и понесли что в мир? Христа. Заметьте, они уверовали во Христа в той церкви, где говорилось о Христе с Христом. Так? Но постепенно пребывая в церкви, им не захотелось жить такими законами. Они посчитали, что это слишком трудно. Узкие врата, почему бы широкими вратами и путями не войти? И смотрите, они выходят в церковь, официально от Христа они не открещиваются, не отрекаются. Правильно? Теперь, они уходят, продолжают говорить, что они христиане, идут, несут весть евангельскую по миру, говорят о Христе, о вере во Христа, только заметьте, о каком Христе? Который на небе все за нас делал, и мы благодатью спасаемся. Не делами. Вот то, что вы делаете, это не так важно. Важно, чтобы вы верили, что Он вас спасет. И смотрите, о чем речь идет? Вот мы сегодня говорим, если раньше с первой церкви уходили от того, что там говорили о Христе, о борьбе и о результате святости, да, а ленивые выходили, то те, которые выходили через время, имели успех и заполонили весь мир христианской верой во Христа, а эта вера состоит только из веры и благодати. Без дел. И сегодня, уже получается даже так, когда начинаешь говорить о святости, на тебя верующие смотрят дико. Какая святость, это же невозможно. Когда говоришь о борьбе, что Царство Небесной Силой уберется, а мы благодатью спасаемся, что ты такое тут несешь? Если раньше говорилось о том, что не оставляйте собраний, так говорилось тем, которые уходили и не хотели идти вот этим путем, свергая грех и запинающий нас грех, не хотели бороться с грехом, то сегодня говорят, не оставляйте собраний знаете кому? Которые ходят и видят, что толку нет в церкви, что изменений не происходят, мудрости нет больше, любви нет больше. Картина совершенно поменялась. Христос как был, так и есть, но он остался без креста. Тот Христос с крестом сегодня практически полностью подменен Христом без креста. Ну а естественно, если кто-то несет весть евангельскую, так его же надо принять. Он же Христа несет. Он же Слово Божие несет. Кстати, хочу сказать, вы замечали, как раньше колдуньи, ворожеи, там знаете, то какой-то дым пускают, то свечи, то там вокруг дома, то солью, то волос куда-то втыкают, то иголку куда-то затыкают. Сегодня везде евангелие и иконка. А в связи с этим сегодня народ, не, ну они же Иисуса Христа. Заметьте, вот как Иисус, он выгоден вообще, чтобы грязь под видом какой-то чистой мантии провести. Вот почему Христос говорит, что Сатана принимает виды ангела света. Но если бы он пришел с рогами, кто бы в него крестился? Он приходит в каждой церкви, как Христос, только устраняет ту деталь, которую он сам не захотел выполнить. Сатана не хотел распять свою гордыню, которая у него появилась. И он в церквях представляется как Христос, который тоже, что ничего не делает, это в вечности вы поменяетесь, а сегодня вы останетесь теми, какие вы и есть. И вот Иоанн пишет послание, чтобы вот эта госпожа, ее дети и христианская церковь не оказалась вот в таком глупом состоянии. Раз Библию несут, то что? Кто Библию читает, кто Иисуса верит, то что? От Бога. И их начинают принимать. И постепенно смешиваются, то есть люди, если не поняли четкой границы, кто есть истинный верующий, кто не истинный притворный, да? Если начнется смешивание, через время что произойдет? Вот эта чистота полностью исчезнет. Вот останется вот тот Христос, о котором мы читали, идол. Не способный изменить человека. И видоизмененный Христос. Не истинный. Помните, мы читали в этом первом послании четвертая глава. Не всякому духу верьте. Какому духу? Что если человек в церкви, в нашей же, знает все доктрины согласен и крещенный, не всякому духу верьте и не всякое слово, читаемое из Библии, воспринимайте как правильное понимание и правильное толкование. Почему? И почему сказано духу не всякому верьте? Не словам, а духу. Испытывайте духов, а внутри человек изменился под влиянием того слова, которое он говорит. Если он не изменился, он практически этот путь изменения прошел или нет? Теперь, как он может правильно объяснить, если он сам ни разу, извиняюсь, всех вареников не сварил? Ты вареники варил? Нет, а что ты рассказываешь? Ну, я помню, как бабушка когда-то рассказывала. Вот, пусть бабушка приходит и рассказывает. Правильно? Так было бы. И вот Иоанн писал и первое послание с целью, чтобы люди знали даже в церкви четко, где проходит разделение границы церкви. Речь не идет о том, что нужно выгонять. Вы заметили, что Иоанн не писал выгнать антихристов. А что? Выгонять не надо, здесь не писалось. А просто, чтобы знали, какой признак, чтобы сами не подпали под это влияние. Но выгонять их не надо было, они сами взяли и ушли. Но это есть же разница или выгнать их, или они ушли. А Он говорил о том, что их надо любить и говорить эту истину и относиться к ним с любовью. Но они взяли и ушли. А в других местах стали примыкать к тем же ученикам Христа. И вот теперь Он пишет же, испытывайте духов. Если человек не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти, если он сам не живет, не изменился, не переродился, то что? Смотрите, слова Божьи в устах, а жизнь прежняя. Так смотрите, многие обольстители, обманщики, то есть они идут, говорят о Христе и читают Библию и молятся и крестятся, но сами не умирают для греха и сами не меняются. Они называются обманщики. Многие обольстители вошли в мир. И эта Евангелие с тех пор понеслось по всему миру. И сегодня оно заполонило. Кто сомневается, могу сказать Откровение 18 глава с 1 стиха по 4. Помните, что там написано? Павел Вавилон, великая блудница. Блудница почему? Это церкви, которые обещали Христу служить. Вступают якобы в брачный союз со Христом, а практически сожительствуют со старым князем века сего. Грешат, поступая по похотям князя века сего. И там написано, Павел Вавилон, христианская церковь, великая блудница, сделался жилищем бесов. То есть христиане, христианские церкви чем наполнились? Бесами. Каким образом? Люди, живя во грехах, каким бесам, кто служит, с такими же бесами и у церкви ходят в молицу. И у церкви нет святости. Там бесы стоят вот эти, ангелы, хранители. И там дальше сказано, выйди из нее, народ мой. Потому что все перемешалось. Нет четкой границы. Где же истинный, где же неистинный христианин. И вот здесь сказано, что смотрите, обольстители, не исповедующие Иисуса Христа, пришедшего воплоте. То есть, говорящие о святости, но не живущие, не исповедующие своей жизнью. Так смотрите, кто обольстители, обманщики, кто антихрист, пришедший в мир? Это не йог. Это не буддист. Это тот единоверец, с которым я говорю, это член моего тела. Ну как бы мы одно тело, да? Мы братья и сестры. Вот они самые опасные. Я хочу сказать, ну если бы Йог пришел и здесь сел в позу лотоса и начал медитировать, скажите, многие ли из вас бы вдруг уверовали в медитацию и перешли туда? Многие? Нет. Он не такой опасный для нас сегодня. Самые опасные враги, это те, которые среди нас, но через которых действует сатана. Это люди, не подчиняющиеся Духу Христа. Это люди, не изменившиеся. Они будут говорить почти то же самое, только чуть-чуточку упускали. Вот это слова о борьбе, что бодрствовать надо, что трезвиться, что твердую веру и до конца, да? Что нужно распинать похоти со страстями, что страдающие плотью перестают грешить. Вот эти все стихи уходят. Благодать и вера, незаслуженная милость и спасение. И песня о небесной перекличке, где по милости Господней буду я. Вот в чем беда. И смотрите, такой человек есть обольститель и антихрист. Я сейчас прочитаю другие места из Библии, где по-разному об этом же самом пишется. Первое место это Иакова 3 глава с 10 по 18 стих. Из тех же уст исходит благословение и проклятие. Заметьте, это кому он пишет, Иаков? Верующим. У верующих из одних и тех же уст из одного и того же рта исходит Господи, я благословляю Тебя, я благодарю Тебя. А ближний подходит, и мы ему что говорим? Да чтоб тебе или иди грейся. Это что же проклятие? Не дав необходимое человеку. Иди грейся, мы молиться будем о Тебе. Мы одними устами благодарим Бога, читаем Библию и славим Бога, поем псалмы в церкви. Теми же самыми устами в семье жена на мужа, говорит грязь, муж на жену, дети на родителей, родители на детей. И смотрите, не может, не должно братьям и сему так быть. Течет ли из одного отверстия источника сладкой горькой водой? Обычно в природе нет, а у нас исключение, у нас тут из одного источника попеременно. Это о чем речь идет? Не может христианин приносить на своих ветвях, как на дереве, что? Горькие, недобрые, кислые плоды. Не может быть злости, не может быть хитрости, но у нас особо прищепа какая-то такая. Вот знаете, у нас все растет, и шишки, и арбузы, и дыни, и груши, и елки-палки какие-нибудь растут. Заметьте, вот о чем мысль? Что у христиан растет что? Все. По Божьему благословению. Господь благословляет, у нас все растет. У нас супермаркет. Какой хочешь товар? И жадность, и щедрость, если расчет есть какой-то, ну. И примем кого-то с большой любовью, потому что богатенький, а вдруг перепадет. И прогоним же тут же из той же церкви кого-нибудь, потому что бедненький, и ничего не перепадет. И у нас все интересно, уживается на одном дереве. И дальше. Значит, не может братья-смоковница приносить маслины или виноградная лоза смоквы. Также и один источник не может изливать соленую и сладкую воду. О чем речь? Не могут одни уста христианина и добро говорить, и потом зло. Если так происходит, что-то ненормально. Человек такой не может учителем вообще быть в церкви. Смотрите, речь идет, третья глава, не делайтесь учителями. Если у тебя то горькое, то сладкое, и ты учишь, то ты уже за кафедрой кто? Уже пророк, антихрист. Но это я хочу сказать так написано. Но это вроде сказать очень страшно в своей церкви. В церкви часто и говорят, а вы на нас не смотрите. А на кого же нам смотреть? На себя говорят. Не, ну на себя. Но человек пришел, он сам еще ничего не знает. Он же смотрит на того, кто говорит, да? И тот человек первым должен как бы показать эту святость. И дальше, смотрите, мудр ли и разумен кто из вас? Ну, чтобы говорить, учить других людей о Христе. Докажи это, заметьте, на чем? Да на самом деле ни словами, ни чтением Библии, ни разговорами об этом, да? На самом деле добрым поведением, смотрите, каким? Добрым. С мудрою кротостью, то есть без гордости. Но если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, смотрите, испытываете духов. Внутри, в сердце. Если там есть горькая зависть, или сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Заметьте, не лгите, что такое не лгите? Не обманывайте, да? А мы читали, обольстители, это обманщики. То мы уже являемся кем? Обманщиком, вжицами. Это не есть мудрость, нисходящая свыше. Слушайте, это не есть действие Святого Духа. Если я вам красноречиво что-то говорю, а вы видите совершенно обратные плоды. Ну я же говорил хорошо, вы же молились, чтобы Дух Святой управлял мной? Прямо Яков подводит. Не обольщайтесь красотой речи. А чем? Если же этого нет у самого человека на этом дереве, как он вас научит, чтобы он на вашем выросл? Красота речи, библейские стихи, мудрые изречения, ничего еще не говорят, не попадитесь на крючок. Но это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, слушайте, какая? Земная, душевная, а если непонятно, кто не понимает, земная душевная, бесовская. Так, слушайте, бесы тоже читают Библию, могут читать? И антихристы тоже читают? Читают. Но если в жизни нет, это не мудрость. Мудрость свыше, она сама в самом человеке к результату приводит положительному, перерождается человек и другого научит. и в него получится. И дальше. Ибо где зависть и сварливость внутри человека, дальше не играет роли, что ты читаешь и в кого ты веришь и какая твоя должность. Там не устрой свое все худое. Если такой учитель завистливый, то и люди все такие будут, кого он учит. Ученик не больше учителя. Учитель псих, ученики психи. Учитель курильщик, ученики будут курить. Учитель карьерист и все ученики будут учиться у него делать карьеру. Даже в церкви. Но мудрость, сходящая свыше, смотрите, что такое исповедовать Иисуса Христа, пришедшего во плоти. Докажи на самом деле добрым поведением с мудрой кротостью. Это значит, если такое и есть, значит, не был антихристом, значит, действительно, Дух Божий это сделал. Я хочу спросить, Дух сатаны может изменить наше злое сердце в доброе любящее, Дух сатаны? Нет. Кто эту работу может выполнить? Святой Дух. Если человек изменяется, хотите верьте, хотите не верьте, это факт, что действует единственный способный на это Дух, Дух Божий. Значит, если человек меняется, можете наглядно смотреть, действует Дух Божий. Если не меняется и красиво говорит, не от Бога Дух, и не поддавайтесь вот этим всем объяснениям. Как однажды я стоял в церкви, вернее, сидел в церкви, стоял человек за кафедрой и говорит такие вещи. Братья и сестры, мы можем исполнять заповеди Божьи? Ну, люди начали кто так, кто иначе говорить, а потом он так значительно сказал, соблюдать мы их должны, но исполнять мы их не можем. Вы поняли что-нибудь? Я до сих пор тоже не понял. Игра слов. Ну, а что люди после этого поняли? Так что, можно или нельзя? Я хочу сказать, люди среднего уровня, умственного, они вообще там вот это соблюдать и исполнять. То можем, то не можем. Вот сидеть, думать, так как это так? Когда Библия в этом плане однозначно говорит. Смотрите, мудрость, сходящая свыше, какие признаки ее? Вот, который не антихрист, и не обманщик. Смотрите, мудрость, сходящая свыше от Бога. Во-первых, чиста, никогда не будет ни зависти, ни корысти. То есть, ничего дурного, плотского не будет в мотивах этого человека. Далее, смотрите, потом мирна. Никогда в спор эти люди не будут стрелать. Потому что, желание спорить, это желание доказать свою правду, комсомольскую, или там, киевскую, или московскую. Желание спорить, это желание доказывать именно свою правоту. Нисколько за истину я сражаюсь, сколько за то, что я обладаю этой истиной. Так смотрите, Божий человек будет мирный, а уступит, если что там доказывать и спорить, с пеной у рта. Далее, смотрите, скромна, то есть, без претензий, кто я такой. Там не будет подчеркаться, вот я, вот у меня, вот я какой-то великий, я что-то окончил, у меня диплом, я бакалавр. Абсолютно, этот человек никогда на это не будет делать ударение, как будто бы никто. Далее, послушливо, то есть, о чем речь? Неговорливо. Знаете, мудрость земная, это любит много говорить, потому что все знает и все правильно знает. А мудрость свыше, чем человек мудрее, он какой? Он всегда выслушает, потому что он всегда знает, что можно от кого-то почерпнуть какое-то рациональное зерно. Кстати, вот обратите внимание, мне один бизнесмен сказал такую мысль, почему в церкви умных людей выгоняют, а почему глупых вокруг себя собирают? И он говорит, я когда прочитал, что написано на надгробии человека, который написал книгу «Как приобретать друзей», Дейл Корнеги, у него написаны такие слова, «Я счастлив, что я прожил жизнь, окружив себя людьми намного мудрее себя». Умно вообще. Он от всех почерпнул и стал тем, который получал огромные деньги за то, что мудрости понабирался. И он говорит, и в бизнесе всякий президент хочет себе ближе подобрать каких людей? Мудрее. Он говорит, а в церкви почему-то наоборот. И говорят, почему даже. Говорит, а умными трудно управлять. Так может, ты заинтересован в том, что ты самый мудрый и тогда, когда собрать таких, которые ничего не соображают, то всегда и будешь выглядеть королем? И это называется истиной, и Бог управляет? Так ведь Библия же говорит усоветующихся мудрость. Не умнящих о себе, а усоветующихся. И дальше написано. Полна милосердия, смотрите, добрых плодов, беспристрастно, то есть не будет, знаете, с пристрастием что-то доказывать. Далее. И нелицемерно. А теперь еще обратите внимание на такой интересный стишок, восемнадцатый. Плод же правды, вот плоды Божьи, плод же правды в этом мире сеется, я добавляю в этом мире и добавляю, сеется только, добавляю слово, у тех, которые хранят мир. Где? Вот знаете, когда кто-то что-то скажет и у нас сразу внутри поднимается ну такое настроение ну да, воинствующее. И заметьте, как только мы поддаемся этому воинствующему духу, психу, плод правды не сеется. Мы заводимся и становимся способными стрелять как из пулемета. У нас только зло выходит. Если же, заметьте, кто хранит мир, как хранит мир. Стоп. Не поддавайтесь этой обиде, не поддавайтесь этой зависти, не ответьте злом за зло. Заметьте, сохраните мир, не поддайтесь вот этому поджогу. Кто-то хочет поджечь вас. И заметьте, кто хранит мир, а это происходит за счет того, что распинается наше плод со страстями. Я не позволяю ей через свои уста проявить всего. И тогда что получается? Ты противостоит дьяволу твердую веру и не подчинить психу, а я начинаю сеть плод правды. И твое сердце будет меняться ровно в такой степени, в какой ты распинаешь себе порок. Вот вам и рецептик, как избавляться от любого порока. Следующее место. Матфея 24 глава. С 4 по 5 стих. Иисус сказал им в ответ, ученикам, берегитесь, чтобы кто не прелестил вас. Слово опять, смотрите, обольстил, прелестил, чтобы кто не обманул вас. Ибо многие придут под именем моим. Заметьте, под именем моим это будут кто? Христиане, да? И будут говорить, я Христос. Или я Христовый. И многих прелестят. Каким образом? А мы же такие наивные, что если Библию читают и в христианской церкви, то что? От Бога. И раз он читает, так толкует, от Бога надо все принимать и с верою исполнять. А дальше смотрите, почему написано придут под моим именем. То есть, мое имя на них не будет написано, но они как бы будут под вывеской этой же самой. И смотрите, читаю дальше. 24 стих. Ибо восстанут уже Христы, уже пророки. Это в последние дни. И заметьте, что они дадут? Не Христа покажут свои плоти. Не любовь бескорыстную, какая была у Павла, у Петра, у Стефана, у Христа, которые говорили, прости им, ибо не знают, что делают. А что они представят? В знак доказательства, что нет Бога. Смотрите, дадут великие знамения и чудеса. Сатана чудеса может делать? Может, это же осединяющий хирургий. У него же страшная сила. Если бы ему разрешить, он бы нашу землю просто в пепел превратил со всеми нашими постройками и со всеми нами. Чудо он может сделать. Огонь может, бурю может, народ может поднять на народ, обозлив, но чего не может? Единственный признак, чего он не может, он не может дать любви, потому что он сам человек и убийца от начала. Он лжец и не устоял в истине и никогда не научит вот этим плодам. То есть, он это подделать не может. Знаете, вот он признак. У них не будет чего. Христа внутри, исповедующего в их плоти. Дальше, следующее место. Второе послание Петра, вторая глава, с первого по второй стих. Были и уже пророки в народе. В каком? В израильском имеется ввиду. Как и у вас будут уже учители. У вас это у кого? Это он пишет первой христианской церкви. Будут. И самая тонкая работа обольщения будет не через йогов и буддистов. Не через колдунов, а знаете через кого? Самые опасные это те, которые в нашей среде со всеми нашими доктринами. И дальше написано, на которую ведут пагубные ереси. Почему пагубные, губительные? Человек не будет становиться лучше в церкви, а каким? Я пример приведу. Человек приходит из мира в церковь, он всех любит сначала. Он добрый ко всем. А через время он начинает всех, кто не из нашей церкви, начинает осуждать. Так что лучше стал? Так он ведь хуже стал, чем был. Так получается, вот она пагубная. Ты в церкви, у тебя истинная доктрин, и мы спасемся. У него начинается гордость и начинается осуждение других, кто не таков, не то есть, не туда ходит, не так молится, не так стоит, не так поет. Так лучше бы ты не познавал такую истину, чтобы осуждать людей. Раньше ты лучше был. Приятнее. Ты же никого не осуждал. И смотрите, введут пагубные ереси, то есть формы, обряды, доктрины будут у них на высоте, а слушайте, а на самом деле отвергаясь искупившего их Господа. Как отвергаясь? Не повинуясь Духу Святому. Доктрины Христовы все взяли, а что? А то, что Дух Святой говорит, как жить, как поступать, как быть добрым, это отвергает этот человек. И дальше смотрите, навлекут сами на себя скорую погибель. Какой конец? Так это же христиане, крестившиеся другим проповедующие. Уже пророки это те, которые будут учить, это не простые люди. Это люди, говорящие в уши народа. И многие последуют их разврату. Посредством чего? Будут принимать раз Библии, то что? Надо верить. А слушайте, почему написано последует их разврату какому? Говорить они будут о любви, они не будут говорить о нервисти. Но ихняя жизнь, развращенная, не подчиняющаяся Христу, будет примером. И люди будут сами так поступать, потому что будут говорить, ну они же тоже так делают. Но если им сходит, и Христос их любит, то и что? Ну и нас будет любить. И дальше написано, и через них людей, которые будут ходить в церковь, брать в руки святые слова, а жить не свято, через них путь истины будет в поношении. У кого? Они верующие будут говорить, что? Да ты такой же, как и все неверующие. Ты такой же карьерист, ты такой же подлец, такой же хитрец. И ты точно так же слово не выдержишь, как скажешь, пообещаешь и не выполнишь, как и тот. Разницы как бы нет. Только одни читают про святость и не исполняют, а другие не читают и не исполняют. Еще дальше, из этой же главы. С 17 по 19 стих. Вообще здесь можно всю главу эту прочитать. Я не буду просто тратить время на все это, вы можете сами прочитать. Смотрите. С 17 по 19 стих. Вот эти люди, слушайте, безводные источники. Почему безводные? Воды нет. Удовлетворить жажду людей не могут. Слова хорошие, а в жизни их применить, чтобы удовлетворить жажду, чтобы жизнь поменять. Это, смотрите, безводные источники. Вроде бы что-то течет, много слов христовых, а воды-то так и нет. А изменения-то так и нет в жизни тех, кто слушает. Как были мы немудрые, так и мы немудрые остались. Дальше. Безводные облака. Ну, опять-таки, облако прошло, дождя не дало. В собрание сходили, послушали, а что взять, чтобы жизнь поменялась? Ведь Библия говорит, мы должны приходить из веры в веру. От одного собрания к другому мы должны быть умнее. А мы уже привыкли, курс лекций одни и те же в течение года, через год повторяются. Доктринальное учение. Молочная истина. Дальше. И мглы. Ну, мгла. Это что же, вот как туман? Это ж капельки воды? Опять-таки, вот если вы жаждете и кругом туман, это капельки воды. Попейте, пожалуйста. Вроде бы и в воде все время. Вы дышите, а вы хотели бы концентрированную воду, а не в виде порог. Правда? Взяли игрушку, напили, и слава Богу. А этим воздухом подышали, и все равно жажда мучает. Дальше. Гонимые бури. Какой бури? Так они же говорят, что они водимые Духом Святым. И Господь их послал в этот мир. Бури какой? Стихи мира сего. То есть, вот эти похоти, желания славы, корости. Вот это движет, но они прикрываются чем? Христом. Им приготовлен мрак вечной тьмы. Слушайте, что их ждет? И кто уверует в эти слова? Клюнет? И что им готово? Слепой ведет слепого. И оба попадут в одно место. Ибо произнося надутое пустословие. Почему называется надутое? Что такое надутое? Ага, шарик большой надутый, а внутри то ничего нет. Говорим о любви, а любви то реальной, как достичь, никто и не знает. Говорим о терпении, а его то нет. Это миф какой-то, какой-то мираж. И дальше написано. Они уловляют в плотские похоти. Слушайте, в что уловляют? В плотские похоти. То есть они оправдывают грех, и мы подчиняясь греху остаемся теми же самыми плотскими людьми. И в разрад тех, которые едва отстали от находящихся в заблуждении. Обещают им свободу от чего? От греха. В это же время, будучи сами рабы тления. А сами в грехах живут. Говорим, давайте молиться, Господь избавит нас. И мы же видим, мы остаемся в грехах. Но все равно свобода, свобода скоро будет, братья и сестры. И когда она будет? Мы действительно скоро освободимся от греха. Погибнем в момент пришествия и точно освободимся от греха. Но так же не хочется нам. И дальше написано. Обещают им свободу, будучи сами рабы тления. Ибо кто кем побежден, слушайте, кто кем, грехом или добром, тот тому и раб. Или сатаною, или христом, тот тому и раб и того волю и исполняет. Так получается, вот эти уже пророки, если они сами рабы тления, живут в грехах, то кем побеждены? Сатаной. А говорят, я Христос, мы Христова церковь. Дальше, следующее место. Послание Иуды, здесь одна глава, четвертый стих, из 16 по 21. Четвертый стих. Ибо вкрались некоторые люди, куда? В церковь. Вкрались некоторые люди, издревле предназначенные к всему осуждению. А слушайте, как они могли вкрасться, если бы они не согласились с верой во Христа, в искупительную, в жертву, в кровь. То есть они согласились со всеми доктринами и таким путем вошли в церковь. Нечестивые, слушайте, какие они, вкрались и остались какими? Нечестивые, обращающие благодать Бога в повод к распутствию. Раз благодать, то что? Что хочешь, то и делай. А Господь не по делам будет судить, он по вере. А вера же у нас какая? Такая, как это на плакатах, которые рекламируют курево. Минздрав предупреждает, что курение для здоровья вредно. А потом говорят, Минздрав уже устал предупреждать, но все равно курят. Благодать, повод к распутствию. Благодать предупреждает, что грешить не надо. Ну а если кто согрешит, то у Христа много крови. А раз много крови, то омоет же, на всех хватит. Да. Потоки крови льются, братья и сестры, всех омоет он. Грешить они не, не стесняйтесь. Так вообще тенденция, так прямо не говорят, как я говорю. Но косвенно именно, ну мы же не можем. Ну мы должны стараться, но вообще же это невозможно. Вы хотите покушать? Пришли ко мне. Да. Ну вы можете покушать, но может и не получиться. Так вы так думаете, так я хочу вас кормить или нет? Нет, нет, я не против, чтобы вы покушали, а может так, что и в рот не попадет. Извините, вы устаете и уходите. Я говорю, я так чувствую, что я здесь не пообедаю. И смотрите, написано, обращающая благодать Бога нашего в повод к распутству, какому? Неподчинение голосу Святого Духа. Мы оправдываемся доктринами, делами закона, что участвуем в вечере, ноги моем, крестимся, проповедуем, в хоре поем, служим в церкви, вот чем оправдываемся. Хотя говорим, что фарисеи делами оправдуются, так и мы же делами. Мы не верою, которая меняет любовью сердца. И написано, и отвергающиеся единого владыки Бога, как отвергающиеся? Не подчиняющиеся Святому Духу. Дальше, 16 стиха. Это ропотники, заметьте, проповедуют Христа, верующие, а по натуре кто? Ропотники, ничем не довольные, поступающие по своим похотям. Слушайте, по каким? По своим старым. Нечестиво и беззаконно, уста их произносят надутые слова, какие? Говорят, а святостья живут, опять смотрите, надувательство. Иногда мне говорят, Саша, зачем ты так говоришь, что вас надувают в церкви? Ну, это не я говорю, это Иуда написал. Перед этим, мы читали, Петр написал, надувают. Поняли? Здесь так написано, что реального нет воплощения этого слова в жизни. Значит, они произносят надутые слова, вот такие примеры. Мы вас, братья и сестры, всех любим мы вас. А когда дело доходит, мы реально видим, что так нас не любят. Мы сами видим, что это часто бывает просто надутая слава. Они оказывают лице приятия и скорость. Если иногда и говорят о любви, проявляют что-то, то и из корыстных соображений. Но вы, возлюбленные, помните, предсказанные апостолами Господа нашего Иисуса Христа. Они говорили вам, что в последнее время, какое последнее время? В наше, вот в которое мы живем, появятся ругатели. Какие ругатели? С кем они ругаются? На кафедре они с Господом не ругаются. На кафедре они славят Его. А ругаются, когда Дух все той конкретно внутри говорит, мы ругаемся. Вот когда родители детям говорят, что-то сделай так, а они наоборот говорят, это что называется? Вот это называется ругательство в мягкой форме. Ругаются, сопротивляются, не соглашаются, отнекиваются. Что это наглые ругатели, которые спорят с голосом Святого Духа и поступающие по своим нечестивым похотям, а не по тому, как Дух Святой говорит. Это люди, отделяющие себя от единства веры. Заметь, от какой веры? От церкви, от доктрин. Единство веры в чем? Бог и меня, и каждого из вас в отдельности чему учит? Быть единым в вере. Что Дух Святой говорит, в чем он нас обличает, верьте и поступайте. Так, вот это называется единство веры. Вас Бог обличает в своем грехе, вы его, пожалуйста, распинайте. Меня в своем я распинаю. И я не в вашем огороде копаюсь, вы не в моем. Каждый слушает того Господа, который внутри говорит. И получается, у нас единство веры. Каждый идет к святости. И чем больше у вас святости, чем больше у меня, тем ближе между нами отношения. Правда? Тем роднее мы друг с другом, тем более доверительные отношения. И дальше скажем, душевные, какие душевные? Плотские, не имеющие духа, не имеющие ума. А вы, возлюбленные, назидая себя на святейшие веры, заметьте. Так вот это отделились от единства веры. В какую веру перешли? Не в святейшую, а в какую? В грешную. Ну, вера, которая не приводит к святости. А вы, возлюбленные, назидая себя, говоря и рассуждая на святейшие вере. То есть вера на что? На святость направлена. Вашей, молясь Духом Святым, сохраняйте себя в любви Божьей. То есть не поддавайтесь никаким психам, ожидая милости от Господа нашего Иисуса Христа для вечной жизни. Следующее место. Колоссянам 2 глава. С 8 по 9 стих. Смотрите, братья, чтобы кто не увлек вас философией и пустым обольщением. Слушайте, что такое философия? Люблю мудрствовать, да? Люблю мудрствовать. Мудрость. Философия там, где может быть много заумных слов, но при этом нет реального результата. Можно очень умно объяснять устройство автомобиля, но так автомобиль не поедет. Вы обратите внимание на очень заумные фразы по ремонту автомобиля? Или вы скажете так, вот если поедет автомобиль, то что? И с тобой узнаешь, что ты разбираешься. А если не поедет, то что? Пускай, выбрось свой диплом. Никому не надо. Автомобиль не едет. Ты не мастер. Значит, смотрите, чтобы кто не увлек. А почему написано, чтобы не увлек? Дело в том, что те, которые несут Христа без Христа, это истина прельщает. Истина я имею в виду в кавычках. Почему? Кто не... Кому не хотелось бы более легким способом спастись? Ну, без участия в борьбе. Вот просто так, легенько, завезли на поезде, разбудили и на перекличку сразу. Что это увлекает. Это льстит. Когда мы боремся с грехом, действительно приходят мысли, ой, как нелегко. Ой, действительно узкие врата. Ну, тут сразу приходят добродетели, слушай, говорят, ты же не тем путем идешь. Дурно. Это, говорят, умный в гору не пойдет. Умный в гору обойдет. Это дурные, которые идут через гору. И получается, а может и правда? Вот этим обольщаются люди. Чтобы кто не увлек вас философией, и смотрите, пустым обольщением, почему называется пустое, к реальному результату это не приводит. Если мы говорим, что мы молитвами можем измениться, пожалуйста, просто возьмите себе на память такое. Молитесь и ждите, пока изменитесь. Только наблюдайте, меняетесь вы или нет. И вы сами придете к тому, что не меняете. Если сами что-то не делаете. Дальше. По преданию человеческому, то есть, что это образ мышления людей, плотских, да? Дальше. По стихиям мира сего, по похотям, что-то люди будут обещать. Удовлетворяя свою гордыню, например, или корость. А не по Христу. А по Христу это что? Крест. Христос распятый. Кто идет за мной, не несет креста, тот не достоин меня. Ибо в нем, слушайте, почему, кто может обмануть, и кто не обманет. Ибо в нем во Христе обитает вся полнота Божества телесно. Он говорил, смотрите, вся полнота Божества телесно практически во плоти овеществилась, так? И мы с вами читали из Иоанна. Кто не исповедует Иисуса Христа, пришедшего во плоти в своей жизни, то что? Не от Бога. Так, слушайте, если Христос имеет всю полноту Божества, характера Божьего, да, в себе, то у него пустое обольщение или у него реальная сила? А кто внутри не имеет полноты Божества, а говорит о полноте, то что? Пустой. Он сам пустой. Если врач чхает, сидит, гриппует и говорит, у кого грипп, я вам сейчас подскажу лекарство, как избавиться, как вы посмотрите? А сидит, чхает и кашляет. Вы сильно пойдете к нему на лечение? Заплатите деньги? Дальше, следующее место. Значит, 1 Фессалоникийцам, 5 глава, с 1 по 9 стих. О временах же и сроках нет нужды писать вам, к вам, братья. То есть, о временах и сроках, когда будет пришествие. А теперь смотрите. Ибо сами вы достоверно знаете, что день Господень так придет, как тать ночи. То есть, без предупреждения. И дальше смотрите. Но какой будет признак перед вторым пришествием? Характерная черта того, что будет происходить в христианских церквях. Слушайте. Ибо когда будут говорить в церквах мир и безопасность, кому? Люди остаются в грехах. Мы читали в 1 послании Иоанна, 3 глава. Да не обольщает вас никто никак. Чем? И во 2 главе тоже написано. Чем? Что если ты и грешишь, то ты все равно во Христе праведен. Не слушайте таких обманов. И здесь речь идет, смотрите. Верующим, которые пришли в церковь, покрестились, а характер не меняется, что будут говорить? Мир и безопасность. Другими словами, Христос никуда не денется, влюбится и женится. А с кем же он на небе, говорит, будет жить? А мы единственные у него. И смотрите, когда будут говорить мир и безопасность, убаюкать благодатью, что мы все с грехами спасемся, по вере не от дел, то смотрите, тогда внезапно придет, постигнет их пагуба. Слово пагуба погибель, да? И смотрите, подобно, как мука родами постигает имеющую во чреве, и не избегнут уже в тот момент, что? Когда пагуба придет, уже хоть кайся, хоть не кайся, уже ничего не изменишь, застегнут будешь в своей лени духовной. Но вы, братья, не во тьме. Смотрите, к чему Павел подводит. То есть, те, которые в мире и безопасности уверены в своем спасении, в каком состоянии находятся? Вы не во тьме, а они... Так, слушайте, это тьма. Когда вот это такое блаженство наступает, что я уже спасен, ничего не надо делать, ой, быстрее пришел, да забирал бы уже, какое есть. Это называется состояние тьмы. А вы, братья, это вторая часть церкви, не во тьме, чтобы день застал вас как тать. То есть, слушайте, это кого как тать, как вор застигнет? Пагуба, кого врасплох застигнет? Вот этих спасенных уже до конца верующих, которые ничего не делают, только там иногда молятся про запас. Ибо все вы сыны света и сыны дня. Мы не сыны ночи, не сыны тьмы. Значит, заметьте, слово сыны дня о чем говорит? Что мы не спим, мы не внушаем себе, что мы, что, уже спасенные, ничего не надо делать. Вспомните хотя бы слова из откровения. Сатане немного осталось быть, и он в каком состоянии? В сильной ярости. Это последние дни. Когда смотришь на христианский мир, в каком сегодня умиротворенном состоянии он находится, то читаешь по Библии в сильной ярости, когда смотришь против кого он в сильной ярости? Против церкви. Когда смотришь на церковь, то она в чем? Он в сильной ярости, а она в сильном сне. И такое ощущение, что сатана улетел в отпуск, в космос, и заблудился, не может попасть на нашу планету. Но нету его, кого он гонит? Если бы была церковь сегодня сильная, духовная, способная победить вот эти забабоны сатаны, что нельзя победить грех, сатана не дал бы ни дня покоя свободного, он бы сразу война началась, гонения бы начались. Он никогда не будет гнать тех, которые не представляют для него угрозы. И дальше смотрите. И так не будем спать, как прочие, какие прочие, вот эти вот мир и безопасность, вот эта вторая часть церкви, которая не меняется и в блаженном состоянии спасенности находится. Не будем спать, как прочие, но будем бодрствовать и трезвиться. Что такое бодрствовать и трезвиться? Постоянный контроль. Постоянно обдумывай. Слушай голос Божий. Он тебе все время подсказывает каждую ситуацию, где зло. И дальше. Ибо спящие спят ночью и упивающиеся упиваются ночью. Мы же, будучи сынами дня, то заметь, что для тех, которые спят и не борются и не слышат голоса Святого Духа, для них постоянная ночь. Они живут, день и ночь меняются, но для них как бы духовный мрак, как духовная ночь постоянно через всю жизнь идет. Так слушайте, пришли в церковь к свету, а попали куда? В какую? Читают Христа, говорят о благодати, поют псалмы, и сдвига никакого нет в духовности. Мы же, будучи сынами дня, дотрезвимся, смотрите, облегшись в броню веры. Слушайте, что такое броня веры? Сатана стреляет, Сатана хочет вывести нас из равновесия, чтобы мы психанули, чтобы мы сорвались. Слушайте, мы должны как бы в бронь облечься, чтобы внутрь не проникла уныние, зависть, гордость, да? А тут, заметьте, что не выстрел, то в десятку. Кто слово не сказал, так зацепит меня, что внутри буря начинается. А теперь, смотрите, мы должны облечься в броню веры и дальше, и любви, что любовь тоже должна быть какая, как бронь, что бы нам не говорили, как бы нас не проклинали, что бы нам не делали, а мы что? И все равно не обижусь. И все равно не поддамся этому духу. И все равно буду любить врагов, пусть что хотят делать. Вот в этом только как раз и сила. А все уверовали, что брони и любви нет. У нас что-то наподобие, как рыболовная сеть. И тут стреляет, тут никакой брони, тут любое попадание причиняет нам боль и грех. И дальше написано «И в шлем облекитесь надеждой спасения». Что это такое шлем надежды спасения? Если наша броня не пробивается, если любовь не охладевает, то можно потихонечку на голову так шлем надежды, что я надеюсь на спасение. А если наша броня трещит по всем швам, у нас ее нет, я уже так говорю, наша броня это тюль на окнах. Если наша броня трещит по всем швам, то какой шлем на голове надежды спасения? Заметьте, нам говорят «И шлем спасения не забудьте на голову взять». Голые же стоите, дорогие. Оденьтесь, и когда вас не пробивает никакое зло, то что? Ну, тогда еще сверху наденьте шлем надежды спасения. Только не говорите, что уже полностью спасен. А что? Уже есть надежда на спасение. Почему? Потому что лукавый стреляет, а бронь не пробивается. И дальше. Потому что Бог определил нас не на гнев. Слушайте, у кого бронь не пробивается, то эти люди определены не на гнев, а на что? А на милость со стороны Бога, на спасение. Но к получению спасения через Господа нашего Иисуса Христа. А у кого пробивается, на что? На гнев определены. Дальше, следующее место. Второе Фессалоникийстам, вторая глава. С первого стиха по двенадцатый. Молим вас, братья, о пришествии Господа нашего Иисуса Христа и нашем собрании к Нему. Смотрите. Молим, чтобы пришествие пришло и нас Бог собрал к себе. Но, что еще молим вас? Но не спешите колебаться умом и смущаться ни от духа, то есть, ни от мысли, ни от слова кем-то сказанного, ни от послания, как бы нами посланного, будто уже наступает день Христов. То есть, помните, Павел писал, а мы живые, в мгновение ока изменимся. И он так писал, как будто бы вот-вот при жизни Павла уже должно быть что? Пришествие. Ну и некоторые вот эти слова его употребляли с какой целью? Павел писал, что вот, и поэтому уже вот. А Павел, заметьте, что говорит, я знаю от Господа такую одну деталь, признак второго пришествия. Да не обольстит, да не обманет вас никто никак насчет дня пришествия, ибо день тот не придет доколе, то есть, до тех пор, пока не придет прежде отступления, кого? Не придет прежде отступления, и не откроется человек греха, сын погибели. А почему написано доколе не придет прежде отступления? Значит, сначала этот человек что? Сначала был еще не отступивший, а потом произойдет что? Официальное отступление от кого? От Христа. А как это произойдет? Пришли в церковь, не изменились, но говорят о любви, что мы любим, мы заботимся, у нас любовь между всеми, да? А потом, заметьте, перед вторым пришествием должно произойти открытое отвержение, открытое отступление, то есть вот то притворство под видом имени Христа, оно как бы что? Маска, в которой прикрывались, она будет как бы что? Сброшена, и все воочию увидят, кто кому служит. И смотрите, в день Христов не произойдет, пока не придет прежде отступление, а где это произойдет отступление? В церкви отступление. Тот, кто не вступал в обед, тот и не отступал, потому что он даже и не приступал, и никому ничего не обещал. Не придет прежде отступления, и не откроется, слушайте, в церкви человек греха, слушайте, не человек святости откроется, а что? Священники освящали, освящали, и в конце концов открылся кто? Человек греха. Доработались. Кстати, слово священник, святитель, это тот, кто знает, как освящать людей не дымом скадильницы, не молитвами и возложением рук, а который может сам на себе, он это прошел, и может рассказать все, как человеку надо, как освятиться. Ведь он только за это деньги должен получать, не за дым, а за способность освятить, приготовить людей к вечности, а получается, что он приготовляет дрова к озеру огненному, чтобы горело хорошо. Будьте святы, потому что я свят. А у нас почему-то наоборот, что ничего страшного, мы все равно спасемся. И дальше смотрите, написано, этот человек греха, сын погибели, противящийся кому? И превозносящийся пред кем или пред чем? Выше всего, называемого Богом. Скажите, кто внутри говорит, обличая его грехе? Бог. Или святынею, дух, все это это святыня, освящающая человека. И заметьте, ходят в церковь, читают Библию, молятся, а противятся и превозносятся. Скажите, какая сегодня церковь, не превозносится над Словом Божьим? Мы привыкли говорить такое, что кто превозносится и садится в храме, как Бог, выдавая за Бога? Кто сегодня такой на земле? И мы говорим, Папа Римский. Говорит, сатане очень выгодно, чтобы мы на него валили, что это он один превозносится над Богом. А когда я внутри противлюсь голосу Святого Духа, я тоже превозношусь над тем, кто мне говорит? Когда ребенок не слушает слово родителей и говорит наоборот, как он сделает, он превозносится над вашими словами? Он не признает вашу авторитет, он говорит, я старший в доме. Так христианин, который борется с голосом Святого Духа, который обличает, он превозносится над Богом и святыней? Заметьте, человек это храм Божий, вы храм Бога Живого. Теперь смотрите, кто в храме должен сидеть, кто должен командовать и кто должен подчиняться? Бог должен командовать, а я должен подчиняться. А если я говорю, нет, будет вот так и поступай, как я хочу, то скажите, кто в храме сел? Мое я, мой эгоизм или Бог в лице Духа Святого? Теперь смотрите, в каждой церкви чье слово должны читать? Божье. Имеет право человек изменять учение в угоду человеческим прихотям. Да не для этого Бог ставил священника, я вам хочу сказать, если Бог ставил, Бог бы не поставил того, кто изменяет его. Дело в том, что это как раз и не Богом поставлены люди, которые меняют в Писании. В храме должен быть Бог главным. В храме его должно слово, и человек имеет право прочитать и сказать правду и объяснить, как его исполнить. Но заметьте, в Библии написано, что судим будет по делам, человек, да, по записанным делам, которые пишутся в книге, да, памятной. А у нас говорят, по вере, не по делам. В Библии написано, противостоите дьяволу твердую верою. А у нас говорят, это фарисейство. Мы пытаемся своими делами спастись. Мы самоправедники. И смотрите, Библия говорит, вера без дел мертва. Характер мы читаем, что рожденный свыше грешить не может. Где? На небе или на земле? На земле. А у нас говорят, это в момент пришествия будем таким. Так слушайте, получается, слово Божие тоже искажается? Если кто-то говорит, что папство когда-то произвело начертание, Бог начертал на скрижалях одни тексты, а папа римский что сделал? Начертал другие, то есть что-то зачеркнул, вытергнул или изменил и написал по-другому. Так он всего две заповеди изменил. А мы же меняем сотни стихов. Мы их упорно стараемся не видеть, упорно говорим, как будто бы их нет. Где про благодать и где про спасение мы говорим? Где закон, где борьба, где усилие, где бодростояние, где твердая вера, где свергнем с себя всякий грех, как будто бы не написан. Скажите, это кто над кем превозносится? И получается, что и пастыри в церкви превозносятся над Словом Божьим, над Богом. И человек внутри над голосом Святого Духа. И в конце концов это содействует чему? Чтобы грех все более и более разрастался и в какой-то момент вот эта личина прикрытая мантией Христовой, что сбросилась и все увидели, что церковь наполнена кем? Бесами, грешными людьми, злыми, которые как с цепи сорвутся в один момент. Кстати, когда 24 Гава Матфея мы читаем, там помните, кто кого будет гнать? Учеников Христовых кто будет гнать? Изгонят вас из синагог. Но в то время еще не было молитвенных домов. Что гнать будут свои верующие единоверцы. Какие? Вот те, которые не менялись и притворялись любящими. В какой-то момент они не выдержат и увидят святость детей Божьих. И они их погонят, так как вот иногда говорят, разбей зеркало, а то я плохо выгляжу. Пока не было зеркала, я приятно выглядел. И мудрость житейская говорит, не пеняй на зеркало, коль захотят гнать тех, которые как зеркало, как Божье зеркало будет, их жизнь будет говорить, вот так надо жить. И все поддельные картины сразу станут явными для всех. Кто истинный христианин, а кто не истинный, кто притворный. И дальше читаем. Противящийся, превозносящийся выше всего называемого Богом или святынею, так что в храме Божьем сядет он, как Бог, выдавая себя за Бога. Вы поняли? И внутри мое я, как вместо Бога и с Богом спорит, и в церкви слово Божье искажается, и святость совершенно в сторону ушла, сядет, как Бог, выдавая себя за Бога. И я хочу сказать, слава Богу, что Бог открывает, это антихристы, это один антихрист, все плотские люди, это антихрист. И если мы будем думать, что это Папа Римский, то я хочу сказать, это большая уловка, чтобы мы сами, будучи такими же, думали, что мы спасемся. Очень важно это узнать, не являемся ли мы теми антихристами в множественном числе, чтобы пока есть время благодати, можно было исправиться. Потом будет поздно, уже не сбегнут пагубы люди. И дальше сказано. Не помните ли, что я еще находясь у вас говорил вам это? И ныне вы знаете, что не допускает открыться ему в свое время. Кому открыться? Человеку греха. Почему не допускается? Пока Дух Святой еще не отнят от земли, то еще как бы, ну эти притворные люди еще в какое-то время могут себя иногда показывать вроде бы как добродетели. А смотрите. Ибо тайна беззакония уже в действии. Почему называется тайна беззакония? Мы внутри тихонечко. Ведь никто же не знает из нас о другом человеке, когда кто противится Духу Божьему. Это внутренняя наша тайна. Откуда вы знаете, чем я занимаюсь? И откуда, зачем вы дома там занимаетесь? Мы боимся, когда люди узнают. А Бог, он же не видим. А может он не знает. А может его и нет. И тайно мы иногда друг от друга можем что-то допустить. И внутри, когда тайно боремся с Духом Святым, об этом никто не знает, кроме нас. Но плоды наши будут говорить, мы боролись с Духом Святым или подчинялись. Если подчинялись, вырастут вкусные груши. Если не подчинялись, вырастут кривые. То есть груши, но кислые, горькие, ну я имею в виду, как плоды отрицательные. И дальше. Тайна беззакония уже в действии. Заметьте, это когда началось? Вот эти антихристы, которые вышли, вот эта тайна началась. Они внутри противились, потом других учили, и церковь постепенно перезаквашивалась. То есть закваска святости стала уходить, а закваска греховности внедряться в церковь. В церковь. Тайна беззакония уже в действии, только не совершится до тех пор, то есть полностью не осуществится, пока не будет взято от среды удерживающей теперь. О чем речь идет? О Святом Духе. Как только Дух Святой отнимется, весь мир как взбесится христианский. Они начнут гнать вот этих верующих. И все забудут, кто что читал, все будут думать, что убивает, будут думать, что убивает во имя Божье. Это те христиане, которые сегодня молятся и не освящают. И написано дальше. И тогда откроется беззаконник. Какой беззаконник? Христианский, которого Господь Иисус убьет духом у своих в момент пришествия. Они будут ждать славного пришествия. И истребить явлением пришествия своего. А дальше смотрите. Того, которого пришествие по действию сатаны о каком пришествии идет? Смотрите. Восьмой стих, которую Господь Иисус убьет духом и истребит явлением пришествия своего. В восьмом стихе пришествия кого? Христа. А девятый стих, смотрите, того убьет, того уже, которого пришествия. Слушайте, о ком речь идет? Лжехристов, вот этих вот обманщиков, обольстителей, обольстителей, лжепророков, заметьте, того, которого пришествия, это человека греха, который придет и полностью откроется, то есть служил Богу и в конце концов озверел. Я хочу пример привести. Кто бы подумал во время, когда пришел Христос, что первосвященники будут самыми злыми и самыми заядлыми гонителем Христа? Ведь не могли допустить, что те, которые ближе всего к Богу, к святилищу, окажутся первыми самыми главными инициаторами убийства. Открылся Каиаф открылся? Если бы не было Христа, все бы думали, что это преподобнейший и пресвятейший. Когда появился Христос, он то и оказался Каиафа и Анна, два там, двойка святых и преподобных, они оказались самые главные, святители оказались самыми главными убийцами. Открылся человек греха? А знаете почему? Все оставляются дом в ваш путь, Дух Святой покинул. И открылась вот эта подлая натура, которая всю жизнь прикрывалась священно действием. И точно такое произойдет перед вторым пришествием. Откроется тогда беззаконник, которого пришествие, то есть придет, откроется, которого пришествие, слушайте, по действию сатаны, то есть, заметьте, это действие сатаны было, чтобы во грехе христианин возрастал? Слушайте. И будет это по действию сатаны, он его будет в грехах держать, а при этом чем будет содействовать, чтобы он верил, что он в истине, со всякой силой и знамениями, чудесами ложными. И говорение на языках, и исцеление, и возложение рук, и огонь с неба, слушайте, чего он не может сделать, дать любви. Чудес даст для утверждения в том, что избранный путь в грехах истинный. О чем бы не говорили в церкви, только бы о святости пусть не говорят. Пусть объясняют там про секс, пусть хотят объясняют там, допустим, про иные языки, пусть про видение, про пророчество, какая разница, только не поменяйтесь и все, и погибнете, и никакой Христос вас на небо не возьмет. Он это прекрасно знает. Грехи людей, которые не раскаются в грехах и не изменятся, не будут возложены на Христа. Он кровно, извиняюсь, на сатану, на козла отпущения. Он кровно заинтересован, чтобы человек умер во грехах, ему меньше гореть. Чем больше раскаются и освятятся, все сделанное этими людьми возлагается, как на зачинщика греха. За каждого в отдельности будешь срок отбывать в озере, на Канарах. Он не хочет туда попасть. Он попадет, но хочет поменьше хотя бы пострадать. Поэтому он убоюгает, пожалуйста, только не кайтесь. Христос вас всех любит. Неимоверную любовь и любит с грехами. Вас только не боритесь, пожалуйста. Ходите в церковь, сдавайте деньги, пойте псалмы. Не живите, только прошу вас. Если бы он так пришел в церковь, с рогами стоял, говорил бы, никто бы не послушал. А его читают братья и сестры и закатывали после молитвы о действии Святого Духа. Поэтому так легко верится. И дальше. Значит, всякую силу это будет сопровождаться и знамениями, и чудесами ложными, и со всяким неправедным обольщением. Кого? Заметьте, неправедное обольщение. То есть, они неправедны, но обольщают какими-то словами и чудесами. Неправедным обольщением погибающих. Они ходят в церковь и они кто? Погибающие. Погибающие за то, что они не приняли любви истины. А почему они не приняли любви истин? Любовь их, истина их любит, она их обличает. А они говорят, нам такая любовь не надо. Говорите нам лесно и предсказывайте приятно. Не надо говорить нам о наших грехах. Про Давида лучше рассказать, как он загулял. Вот как мы помолимся, говорят, ай, Давид, ай, Давид же. У меня один пастырь тоже рассказывал, когда его рукополагали, он говорит, один пожилой мне посоветовал. Говорит, хочешь, чтобы тебя народ любил? То рассказывай про грехи Израиля. Не говори про его. Про этот народ, которому ты будешь служить. А хочешь, чтобы тебя Бог любил? То не говори про грехи Израиля, а говори про грехи той церкви, у которой будешь служить. Но тебя народ не будет любить. Тебя убьют, а следующее поколение памятник построит. И дальше сказано, со всяким неправедным обольщением погибающих за то, что они не приняли любви истины для своего спасения. И за сие пошлет им Бог. Слушайте, за что? За упорное противление Духу Святому непринятие истины, обличающей. За сие, за противление. Пошлет им Бог действие заблуждения. Да, сам он не пошлет. У него нет заблуждения. Он просто уберет свой дух, а на его место подойдет. Другой. Федот? Да не тот. Иисус Христос без креста. Неистинный, как мы читали по Иоанну. И написано, так, что они будут верить лжи. Какой? Что Христос их спасет с грехами. Да будут осуждены все неверовавшие истине. Слушайте, где веру надо проявить? Поверить истине, которую обличают в грехе. Ой, как неохота верить. Я что, плохой, что ли? Так я уже 20 лет в церкви. Это вовсе не говорит, Анна был еще больше с Каяфой. Стаж у них, ой, какой был большой. И дальше сказано, да будут осуждены все неверовавшие истине, но возлюбившие неправду. Какую? Свою неправду, оправдывающие грех свой, спорящие с Богом и поступающие по своим прихотям. Следующее место. Второе послание Тимофея. Третья глава. С 1 по 5, 7 стих. Значит, что в последние дни наступят времена тяжкие. Это речь идет о церкви, а не мире. Не о мирских людях. Или о мирских, но которые в церкви. Люди будут самолюбивы. Ничего не скажи, чуть что, сразу обида. Сребролюбивы. Корость. Гордые, надменные. Я не буду детали вдаваться, тут сейчас не в этом главное. Надменные, злоречивые, родителям непокорные, неблагодарные. Скажите, это не результат нашей благодатной истины. Дети наши непокорные. Почему? Потому что в благодати мы все время пребывали. Вот когда не было благодати у православных, отец дал ложкой палбу, и дети слушались. А мать никогда не говорила, папа пойдет на работу, и мы тут сделаем, что захотим. Потому что папа придет и маме даст, и деткам сыпет. И раньше такого не было. А сегодня папа с мамой ругаются. И каждый ребенка на свою сторону хочет перетянуть. И ребенок понимает, что тут нет никакого закона, тут просто борьба. Я встану на сторону сильного, от которого мне будет привилегия какая-нибудь. Вот и все. Это результат пребывания нашего уверя, будем говорить, Христовой. Далее. Неблагодарный, нечестивый, недружелюбный, непримирительный, клеветники, невоздержанный, жестокий, нелюбящий добра, предатели, наглый, напыщенный, более сластолюбивый, нежели боголюбивый, имеющий вид благочестия. Смотрите. Обольстители. Вид благочестия будет о Христе, о любви рассказывать. А силы же, чуть зацепи его, а силы быть благочестивым всегда нет. А силы же его отрекшиеся. Таковых, что делай? С ними общайся. Нет, таковых удаляй. Почему? Ну, чтобы самому таким не стать. И дальше, седьмой стих. Всегда учащихся, читающих Библию, молящихся, и никогда не могущих дойти до познания истины, чтобы освободиться от греха. Матфея, седьмая глава, с двенадцатого по шестнадцатый стих, и с двадцать первого по двадцать седьмой. Читаю. Итак, во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, а чтобы люди с нами поступали так, чтобы нам нравилось, им надо учитывать мои характерные черты и приноравливаться, надо свое что-то плотское прижимать себе? Как хотите, чтобы с вами во всем, и так во всем, как хотите, чтобы с вами поступали люди, так поступайте и вы с ними. Ибо в этом, я добавляю одно слово, весь закон и все пророки. В этом суть всего Евангелия. Дальше. Входите тесными вратами. Это как? Не под вас должны люди подстраиваться, если вы Богу верите, а вы должны уметь не зацепить, себя унизить, себя смирить, пусть мне будет хуже. Вот это называется тесные врата. А это же распятие, это же крест. Входите тесными вратами, не едьте как трамбовка и всех не давите, не говорите, кто какой должен быть, а стань сам таким. А это нужно распять свою плоть, чтобы тесными вратами увойти. Надо быть слишком худеньким, избавиться от лишнего жирка, от наших похотей. И дальше сказано, входите тесными вратами, потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Какие широки врата и пространен путь? Оставаться в грехах, не распирать, не трогать их, а трогать других, когда кто не такой, кто-то другой. Потому что тесны врата и узок путь, ведущий в жизнь. И немногие находят их. Не то, что находят, а считают, что это не тот путь. Когда Дух Божий говорит, распни свою похоть, а я считаю, что это не от Бога, это не любовь. Это, наверное, сатана мне внушает это. Ведь сатана же не любит, а отец любит. Он говорит, что не старайся, тебя на карете завезут. Завезут, все нормально, и венец получишь, и звезд будет полно венца. И дальше сказано, берегитесь лжепророков. Каких же лжепророков? Которые сами не идут узкими вратами. Которые свою похоть не распяли, которые говорят, вы на меня не смотрите, и я на вас не буду смотреть. Будем говорить только приятно друг другу. Ой, вы так хорошо выглядите. Ой, мне кажется, вы помолодели, все время комплиментами отделываемся. Ну, ничего, перед смертью надо утешать друг друга, конечно. Можно и этим заниматься. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, то есть, заметьте, внешне какие? Про любовь, а внутри суть волки и хищная. Как узнать? А вы тронете эту овцу. А вы что-нибудь скажите наперекор, или задайте вопрос не по теме, или с чем-то не согласитесь, и вы сразу увидите на замечание овца сказала. Вон, долой. Ты что, не подчиняешься? Ну, овца ж такие вещи вообще не говорит. То есть, заметьте, уже пророки, у которых внутренность не изменилась, а наружность будет нормальная. Читать будут, и стоять будут, и петь будут, и Христа прославлять. И дальше написано. По плодам их узнаете, и по каким? Потому что они читают или чудеса какие делают, или по чем? По волчьей натуре. Троньте его. И вы сразу увидите, как зубы появятся. И вы почувствуете холодок вначале, а потом вообще будете расстояние какое-то выдерживать. Дальше. С 21 по 27 стих. Не всякий, говорящий мне, Господи, Господи, войдет в Царство Небесное, но исполняющий волю Отца Моего Небесного. Не говорящий, не читающий, но оживущий, исполняющий. Многие скажут мне в тот день, Господи, Господи, не твоего ли имени мы пророчествовали? И не твоим ли именем бесов гоняли? От моего имени пророчествовали? Только вот эти все объяснения пророчества о спасении без изменения характера, это не от меня. Вы просто мое имя брали в уста. Далее, не твоим ли именем бесов гоняли? А он скажет, да не с того вы гоняли себя, надо было гонять. А вы с других гоняли обычно. И не твоим ли именем многие чудеса творили? Тогда объявлю им, я никогда не знал вас. Отойдите от меня, делающие беззаконие. И так всякого, кто слушает слова Моисеи и исполняет их, то и в жизни проводит, уподоблю мужу благоразумному, который построил дом свой на камне. И пошел дождь, разлились реки. Здесь речь идет об испытаниях. Кто-то психанул на тебя, кто-то обозвал, кто-то обидел чем-то. Это дождь, реки, стихии. А дом, смотрите, дом не упал, потому что основной был на камне. Вот он Христос. Не просто, как мы говорим, на Христе, это вот я во Христа верю. Этот дом у нас все время падает. Чуть кто не так, что сказал, сразу и психи. А всякий, кто слушает сие слова Мои и не исполняет, в жизни не проводит, уподобится человеку безрассудному, который построил дом свой на песке. И пошел дождь, на чем, на каком песке? Не на Духе Святом, не на Христе, а на вере в том, что за грехами нас возьмут на небо. И любое испытание в жизни, пошел дождь, разлились реки, подули ветры и налегли на дом, тот и он упал. Психанул, послал кого-то куда-то, разозлился и сказал, все, конец я с вами. Вот он, дом упал. И сейчас возвращаемся к первому посланию Иоанна. Вернее, второе послание Иоанна, одна глава. Значит, вы поняли, кто такие обольстители Антихристы? Вот видите, сколько примеров из Библии. Наблюдайте за собою, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. То есть, наблюдайте за собою, не поддаетесь ли и вы такому учению, которое вас тоже настраивает на лирический лад, ничего не делая, по дешевой благодати спасетесь. А это все-таки приятно душе, чтобы нам не потерять того, над чем мы трудились. Заметьте, что если вначале правильно научили, а вы потом сойдете на это учение, то что? Наш труд впустую будет. И получить полную награду. Всякие преступающие учения Христова о чем? О любви. Всякие преступающие учения Христова о святости, потому что любого без святости не существует отдельно. То есть, что такое преступающий? Переступающий. это не для меня. Не пребывая и не пребывающий в нем, то есть, не вникающий, как избавиться от греха, не имеет Бога вообще в себе. Он не в один Богом, пребывающий в учении Христовом, живущий и стремящийся к святости, имеет и отца, и сына. Кто приходит к вам и не приносит всего учения какого? О святости, о чистоте, о том, как достичь и сам этому не соответствует учению, того не принимайте в дом и не приветствуйте его. Речь не идет о том, чтобы сказать там пошел вон, я тебе здравствуйте не скажу. Помните, пятая глава Матфея заканчивается, а если вы приветствуете только ваших братьев, то какая польза? Приветствовать кого надо? И врагов даже. Любите врагов, благословляйте, приветствуйте. То есть, слово будь здоров, пожелания мы должны иметь даже к самому падшему человеку. А слово не приветствуйте, речь идет не к нему, речь идет, что к нему, к этому, который не приносит все учения, он не должен почувствовать, что я со злобой на него, что я с обидой на него, что я ненавижу его. Заметьте, не приветствуйте его. Именно что его? Его учение, вот этот дух, который он несет. Не одобряйте, не поддакивайте, ибо приветствующий его участвует. Знаете, бывает, человеку нужно дать понять, что ты не тем путем идешь. В любви, но однако сказать, не брать его на ура и не кричать «Асанна», чтобы он задумался. Ибо если я приветствую, сочувствую, то я этим как бы его располагаю к чему? Что он правильным путем идет. Я помогаю ему утвердиться в этом. Ибо приветствующий его участвует в злых делах его. Многое имею написать вам, но не хочу на бумаге чернилами, а надеюсь прийти к вам и говорить устами к устам, чтобы радость была ваша полна. То есть, заметьте, любовь Божия проявляется еще в чем? Это не говорит о том, что всегда надо поддакивать тем, которые это говорят. Что нужно иметь смелость сказать, не приветствовать это учение. А если мы молчим? А кстати, хочу сказать, к сожалению, это учение в каждой церкви. И если поступать по Писанию, то кого не надо принимать? Никого не надо принимать, кто говорит о дешевой благодати и спасении во грехах. Аминь.